Соус Ромеско довольно популярный соус в ресторанах и не только. Если вы однажды его приготовите, то обязательно включите в свой рацион. Он довольно простой, вкусный и довольно хорошо хранится. По хранению это будет отдельная история, а по тому, из чего он состоит, текущая история. Соус имеет испанские корни, поэтому странным образом, странным образом я в кавычках это произношу, он очень похож на гаспачо, очень похож. Стилистика похожая, исполнение похожее, из-за исключения маленьких нюансов. У меня есть томаты, которые я разрезал на 4 части. У меня есть чеснок, все это делается на глаз. 3 томата, 6 зубчиков чеснока в шелухе, чтобы он не сгорел, потом можно будет его оттуда выдавить. Одна луковица, небольшое количество оливкового масла на томаты. Я их сразу не чищу, если вдруг, вы же понимаете, что рецепт не я придумывал, если вдруг вы увидите рецепт, где будет сказано, что нужно вначале очистить томаты, я вам сразу скажу, не надо ничего вначале делать, потому что как только у вас они подпекутся в духовке, шкурка снизу сама отойдет, потом это все легко сделать. И обязательно соль, ну сразу же, знаете, чутка добавляем соли, хоть часть и высыпется на противень, все равно соль будет из этих овощей попадать в сам соус. Все, я отправляю в духовку. У меня высокая температура, и я включил верхний нагревательный элемент, то есть греет отсюда прям сильно. Поэтому мне не нужно запекать это все до состояния каши. Сейчас слегка овощи обгорят, и я их буду отправлять в блендер. Помимо всего этого, у меня, я уже сковородки, значит, чтобы сократить время ролика, я пол горсточки миндаля обжарил, он еще горячий. Обжарил в кожуре, можно его очистить, можно использовать миндальную муку, но в рамках дома не надо запариваться, и используйте в шелухе, и вообще как бы не заморачивайтесь. Перцы. Запеченные красные болгарские перцы, очищенные, я покупаю в дешевом магазине рядом с домом, уже в банке они находятся, очищенные, и я посчитал по деньгам, это получается дешевле, чем покупать цельные, запекать их, потом чистить, заморочка и так далее. 80 рублей банка, здесь вот раз, видите, они огромные прям, 2-3 перчика, и еще 2 осталось в банке. 5 перцев за 80 рублей, на мой взгляд, вообще кошерно получается. Дальше у меня идет сюда оливковое масло. Ну, то есть, запеченные овощи я потом добавлю, да, миндаль кладу на самый низ, потому что ему нужно быть в самом первом эшелоне, для того, чтобы пробиваться лучше. Значит, сюда я наливаю примерно где-то миллилитров 100 масла, ну, то есть полстаканчика. Соус эмульсионный, перцы у нас имеют сахар внутри себя, да, и природный пектин, соответственно, эмульсия получится прекрасная. Значит, вот третий перчик. От банки в банки, и здесь от перцев стекает всегда некая влага, которая, ну, является соком этим, перечнем. Я ее не выливаю, я ставлю, если вдруг потом я пойму, что у меня получается густовато, я могу чуть-чуть добавить влаги. Для того, чтобы соус одиноко себя не чувствовал, я подумал, что вот я приготовлю соус, мне захочется его попробовать. Ну что, я его приготовлю, буду ложкой есть, что ли, нет? Я кусочек мяса. Знаете, какое было в магазине, то и купил. Вообще, по сути, это рибай. Но так как это просто коровка, которая паслась где-то, и потом оказалась на рыночном прилавке, и, конечно, тут никакой не мраморности, никакого возревания, просто обычный кусок мяса с ребром. Ребро маленькое, соответственно, и коровка была небольшая. Пони коровка такая, знаете, маленькая, с небольшим ребром, потому что у настоящих коров там ребра вот такого размера. Я для этого случая подготовил сковородку. Сухой миндаль не оставил никакого следа, поэтому я на ней буду обжаривать мясо. Сковородку нужно хорошенько разогреть. Масло я на сковородку не лью, но всегда говорю, смажьте растительным маслом сам кусок мяса. Солю я в процессе обжаривания прям немножко. Нальете пол кастрюли, вернее, пол сковородки масла. Во-первых, вот тут жирок есть, который будет топиться и образовывать масляную пленку на сковороде. Это раз. Во-вторых, нальете любое растительное масло в сковородку много, и оно съест вкус говядины, аромат говядины. Потому что стейк-хаусы, стейк когда жарят, да, у стейка выплавляется свой говяжий жир, почему и мраморные стейки считаются вкуснее и подходящими для стейк-хауса. В стейк-хаус на травяных стейках мало делает объема, да, люди любят именно тот жир, который есть в говядине, потому что именно из-за него вот этот аромат. Но если все будут жарить, вот в таком, как в училищах учат, налил там пол сковородочки, туда запихнул и там жаришь во фритюрчике, тогда аромата не будет никакого. Будет аромат жареного фритюра. Как только кастрюлька, вернее, сковородка задымилась, пора туда отправлять кусок мяса. Стейком не буду это называть. Еще раз напоминаю, прежде чем жарить мясо, оно должно пролежать при комнатной температуре хотя бы час-полтора, для того, чтобы оно нагрелось. Иначе контраст холодного и горячего будет давить из нее влагу. Желательно, чтобы вкус был прекрасного мяса, иметь горелочку. Для того, чтобы, когда мы перевернем соки и там капли воды, которые из мяса выделяются, взрывались в масле, мы смогли поджечь это масло для того, чтобы там пламя было небольшое. Мы получили кайфушку в виде вот этого запаха дыма и прекрасного кострового аромата. Даже если этот кусок будет жесткий, ничего страшного, будем сживать его. Я уверен, что большая часть России считает говядину исключительно жестким мясом и привычно жует ее как жвачку. Ну и я тоже себе такое же иногда позволяю. Когда охота поразмять, знаете, не все время старческую еду деснами мять. Пожевал нормально, мышцы накачал, как у лошадки. Так, переворачиваем. Вот карамелизейшн произошло. Так, обжариваем с торцов. Таким образом, хотя бы вот вкус вот этого гриля ароматного летнего появляется. Все, это я снимаю. Томаты у меня шкварчат, но это еще не все. Я их сдвигаю. Лучок, чесночок. Сюда выкладываю кусок мяса и отправляю дальше. Аааа, сволочь горячая. Так как температуры здесь высокие, в смысле самые высокие в духовке, Я сам для себя периодически ломаю все стереотипы, используя, ну как бы вот эти знания свои по температурам по всему, я их отключаю. Типа из серии, а будь что будет, заодно проведу эксперимент, посмотрю, что получится. Значит, томатам и луку нужно еще минут пять, а мясу нужно оно минут десять. Я его хочу сделать там приближенным к вэлдану, потому что чем мясо жестче, вот невызревшее мясо там с рынка, молодые, с трупным окоченением, да? Вы помните, я в одном из роликов рассказывал, чем отличается мясо вызревшее от невызревшего. Молодое мясо, трупное окоченение, поэтому оно жесткое, любую часть, какую бы вы ни жарили, оно будет жевательное. Вызревшее мясо, pH-баланс возвращается, мышцы расслабляются, и поэтому у крупных поставщиков мраморного мяса вы кусочек берете, дорого, да? Но зато вы обжариваете, ешьте, едите, и нежность такую ощущаете на зубах. Так вот, я его готовлю medium well well done для того, чтобы, ну уж как бы, типа, жесткий, ну пусть он будет жесткий, потому что medium, он будет резиновый у вас, а так он будет жесткий, но не резиновый, вы хотя бы его сможете откусить. Вот, к этому и стремимся. Так, лучок, вижу, что готовый, мягкий, с подпалинами. В процессе перемалывания даст вот этот вкус, костровой, грильный, как правильно его назвать. Можно сразу переворачивать и снимать кожицу. Вот о чем я вам говорил, что что ее чистить заранее, если во время любой термообработки она отойдет. Но только если вы нарезали ее очень мелко, конечно, вы этом не выловите. А когда она у вас нарезана дольками, вообще без проблем. Овощи я сейчас все вынимаю, а мясо еще отправляю на 5 минут пока. Пока будем соус превращать в единородную, в однородную массу. Горячевато еще. Противень, но быстро остывает. Грубые щипцы чем удобны? Ты можешь ими делать и мелкие детали, типа шкурку снимать, но и целый противень с объемом там картофеля и мяса, ты можешь спокойно взять ими, не боясь, что они погнутся, и отправить туда. Значит, чеснок выдавливаем прямо в блендер. Шкурка предохраняет всегда чеснок от сгорания. Чеснок маленькие, и если бы мы их оставили без шкурки, они бы были черного цвета, как лук. Но в нашем случае я вот это вот не буду убирать, потому что это вкус. Это не такая критичная горелая масса, чтобы там почувствовать вкус гари там или еще чего-то. Кто бы что ни написал, я всегда говорю, я делаю так, это вкусно, прям реально классно вообще. Так, томатики сюда. Томатики, глютоматики. Ну, масло есть, это все есть. Жидкости достаточная, за исключением одного маленького нюанса. Обязательно нужно сюда добавить соль дополнительную. Добавляйте всегда частями, чтобы не переборщить, не пересолить. И буквально там столовую ложку я добавляю бальзамический уксус, но вообще, по идее, надо было бы красный винный добавить. У меня красного винного не держится на кухне, поэтому я немножко бальзамического. Довольно жарить мясо. Пусть отдыхает. Соусом, маслицем, всем прочим. Все это нужно поливать, поливать, чтобы не сохло, а наоборот пропитывалось влагой. Процесс, конечно, для многих необъяснимый. В напряженном состоянии влага выходит, и обратно ее наливаешь, чтобы верхние слои увлажнить. Сюда, по идее, для соуса Ромеско нужно добавить хлеб. Но вы знаете, в ресторанах хлеб никто не добавляет. Нет, возможно, кто-то и добавляет, про всех же я не знаю. Но мои знакомые шефы не добавляют, потому что хлеб кислый. Тут всегда охота соус сохранить на 3-4 дня, чтобы не делать его каждый день, да? А хлеб, он сокращает время хранения. Поэтому многие не используют хлеб. И я вам хочу сказать, без хлеба он такой более овощной, более вкусный. Так, перец я не добавил. Черный перчик обязательно. Значит, для остроты я не подготовился. У меня нет чили перца, ну и хрен с ним. Значит, зато у меня есть соль Carolina Reaper. 150 тысяч сковелей. Очень острая. Здесь нужно всего лишь добавить буквально 4-5 кристалликов. А то иначе есть никто не будет. Стоит, кстати, вот такая баночка копейки. Что-то рублей 100, наверное. Зато я вас уверяю, вам на месяц точно хватит. А то и больше. Ну и, конечно же, так как у меня есть паприка копченая, я даже встречаюсь с подписчиками и вижу комменты, что люди пишут, мол, типа, посмотрели у вас, заказали, купили. Уже у многих сейчас есть дома копченая паприка. Сюда немножко добавить нужно. Вот, знаете, есть еще копченый чипотли. Он и острый, и со вкусом копчения. Вот его можно еще добавлять сюда. И все это уже вы видите в спонсорском блендере. Маленький, удобный для соуса. Можно, конечно, и большой иметь, но маленький порой иногда интереснее. Все пробиваем до единой эмульсии. Смотрите, получается вообще великолепнейший цвет. Совершенно фантастический аромат. Ой, какое чудо. Ромеско вот один из моих самых любимых соусов. Делается просто, если не трындеть, как я. Ой, какая гамма вкусовая. У меня аж слюна выделяется. Печеный перец это что-то. Так, грязную посуду в раковину и сразу же мойте ее. Сразу же мойте, чтобы в раковине не накапливалась посуда. Потом тяжело ее мыть одновременно. Значит, для соуса маленькую чашку. Зырь-терепза какой. Ой, по текстуре оно вообще совершенно удивительный. Совершенно удивительный. Прекрасный соус. Поздравляю. Он получился. О, и острота такая мощная. Когда есть уксус, да, там, и остроту добавляете. Уксус подчеркивает остроту. Он сам, как бы, острый порыв уксуса. И когда чили, он такой, знаете, может быть, на неподготовленные рецепторы, сразу вам покажется, что острый. Не верьте, вторая, третья ложка, все, рецепторы привыкнут. Будет супер. Так, опа. Нет, так не получится. Вижу уже по состоянию мяса, что довелдана я ее не допустил. И оно такое будет, медяшечное. Но кайфушка определенно обеспечена, потому что первонаперво это соус. А что вы к нему подадите, вообще не имеет значения. Здесь главная, главную роль и главную партию играет соус. Красивый, яркий, вкусный. Соус совершенно универсальный. Подходит и для мяса, и для рыбы, и для птицы. Поэтому, в общем, делайте, наслаждайтесь. А у нас что тут? Ой, мяско. Ой, мяско какое прекрасное. Медиум уверенный. Странно, но он мягкий. Вот тебе раз. Неожиданный поворот. Для любого стейка. Даже мне кажется, что хоть некоторые блогеры и называют стейком из свинины. Свинину стейком, да? Нельзя так делать. Надо только говяжий называть стейком. Но даже стейк из свинины можно макать сюда. Ну, такое. Надо пожевать его немножко, да. Мясами оно помягче. Главное, что этот соус прекрасен без хлеба. Хлеб вы можете взять сами. Обжарьте его на сковороде. Подсушить немножко, да? Нанести. Нарезать холодный розбив. Сверху выложить. И прям в себя. Без остатка. А не дурные испанцы, а? Придумали такую ништяк. Очень рекомендую, друзья. Вкусно вообще. Прощаюсь с вами. Вы ставьте комменты. Ой, ставьте комменты. Пишите лайки, да? Ставьте комменты, пишите лайки. И все у нас получится вместе с вами. Я для вас. Прекрасные рецепты. Вам, что не нравится, не берите. Что нравится, используйте и наслаждайтесь. А вы мне лайки, комменты. И я буду видеть, что вы участвуете в процессе обсуждения, в процессе жизни моего канала и роликов. Все. Удачи вам, дорогие друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok